всем привет дорогие друзья всем привет сегодня 10 ноября и мы вместе с вами отправляемся в новое путешествие это сегодня свой Imaginen 今天 мы極 эту футболку так вот сегодня 81 год со дня смерти мустафу кемаля ататюрка основателя турецкой республики и сегодня в турции этот траурный день поэтому чтобы отдать дань уважение и почтение этому великому человеку я надела вот эту вот футболку и дата смерти ататюрка 1938 год но как вы видите восьмерку пишут не как обычную цифру а как знак бесконечности что означает ататюрк всегда жив поэтому сегодня такой вот траурный и одновременно печальный день для турецкого народа первая наша остановка на заправке спустя два часа как мы выехали из алани на турецкой заправки можно конечно же заправиться бензином газом купить разные вкусняшки не об все что вам необходимо в магазине попить чаю выехали из алани мы в 10 часов утра где ехать до первой точки нашего назначения 5 часов и это город ушах из алани мы выехали в сторону анталии и не доезжая до анталии в районе аксу мы повернули в сторону испарты вот здесь смотрите будет карта и в описании к этому видео я конечно же тоже оставлю все ссылки спустя два часа нашей поездки до ровно два часа мы остановились на заправке чтобы перекусить попить чаю немножко отдохнуть и отправиться дальше почему мы едем в город ушах это очень интересный и красивый город и в этом городе гостиница то место которое сейчас является гостиницей это было раньше старым ханом поэтому вы все увидите сами а сейчас приглашаем вас вместе с нами в наше путешествие многие знают что в турции очень хорошие дороги и сейчас вот аксу до испарты обновили дорогу и ехать по ней конечно же одно удовольствие плавная дорога нет такого ощущения что ты сидишь в машине и во всей турции очень разветвленная сеть дорог по которым вы можете доехать как на своем так и на общественном транспорте во все точки в любую точку страны поэтому вот по такой дороге мы сейчас едем в сторону гор и через горы через горный перевал едем в испарту сейчас мы едем в сторону испарты многие из вас слышали об испарте многие из вас были в испарте так чем же знаменита испарта в первую очередь испарта знаменита плантациями дамасской розы из которой делают всевозможные масла розовую воду крема и так далее масло дамасской розы настолько качественное что его даже закупают мировые бренды для производства духов и косметики например такие бренды как шанель в испарте очень много плантаций дамасской розы их также можно посетить второе чем известные спарта это конечно же своими своим горнолыжным курортом курорт называется дав раз посетить этот курорт конечно же может любой желающий забронировать поехать покататься есть трассы разной сложности можно взять на прокат оборудование арендовать отель и из алании также организуются туры зимой на горнолыжный курорт дав раз на скажу честно на самом курорте я не была но была в испарте много раз горнолыжных курортов в турции большое количество и самые знаменитые это дав раз испарта улуда в бурсе и горнолыжный курорт в эрзуруми также в анталии есть горнолыжный курорт который называется саклы кент и в алании сейчас идет строительство горнолыжного курорта который называется Агдан если говорить о том выпадает ли в Аланье снег то как вы видите строительство горнолыжного курорта подтверждает то что в Аланье выпадает огромное количество снега и курорт будет расположен всего в полчаса езды от города Турция настолько большая страна что многие думают в Турции есть только море и солнце песок пляж и так далее нет зимой в Аланье выпадает настолько много снега в горах что в январе месяце мы ездим в горы буквально в полчаса езды от центра можно поехать в январе в горы лепить снеговиков играть в снежки жарить шашлык и в описании к этому видео оставлю ссылку на то как мы ездили в горы несколько лет назад как раз когда было очень много снега также если говорить о северо-востоке Турции то там температура иногда достигает минус 40-50 градусов заметает все дороги это как раз вот Эр-Зурум, Карс и в ту сторону поэтому Турция разнообразная я всегда вас призываю не мыслить стереотипами не думать не думать когда что-то кажется вот мне кажется вот я думаю нет на самом деле если вы чего-то не знаете точно не читали об этом точно в источниках не видели своими глазами лучше не утверждать потому что когда кажется это одно а то что является правдой это совершенно другое потому что многие говорят что там в Турции есть я говорю ребят если вы не знаете в Турции если вы не знаете что есть в Турции то вам не хватит целой жизни все посмотреть обследовать и изучить эту страну поэтому Турция очень разнообразная и красивая а также именно в Испарте расположены лавандовые поля поля лаванды из которой также делают косметику мыло крема и даже лавандовая морозь чем больше мы отдаляемся от Аланьи тем больше мы видим что сейчас осень а зимой конечно же здесь есть снег вот именно на этой дороге как вы видите здесь деревья желтеют и здесь уже прохладнее чем в Аланьи и видно что осень в Турции тоже существует в Аланьи мы ее не замечаем у нас лето и зима осень и весну мы не замечаем а вот здесь как вы видите деревья желтеют и еще дальше будет еще красивее а если говорить о температуре воздуха то так достаточно прохладно уже чувствуется что мы отъехали далеко от Аланьи в общем сейчас будем фоткаться заходите обязательно в наш инстаграм там всегда очень много фотографий всяких интересных красивых полезных вещей раньше чем видео выходит на youtube в общем вот такая вот красота здесь можно почувствовать немножко осень друзья и деревья но солнце светит не видно что они желтые но вот здесь вот например очень желтые и вот там вот на противоположной стороне ну в общем мы ехали по дороге и вы все сами видели что здесь настоящая осень мы уже в испарте айхан сходил за куртками потому что сидеть уже прохладно вы даже видите на фоне стоит девушка в теплых колготках и в теплых ботинках а мы пришли в местную кафе чтобы по дороге перекусить и здесь мы заказали айхан заказал какой изогилин суп изогилин а я заказала себе суп с курицей подают здесь смотрите в чем здесь отличие подают здесь вот с таким хлебом настоящий хлеб из испарте айхан хлеб в суп положил ну так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, например, одна из таких деревень Юва Кёй Которая находится на пути нашего следования в ушах Чем обычно люди занимаются в деревнях? Это, конечно же, сельское хозяйство и животноводство Рядом с этой деревней мы видели большое количество полей и садов Кстати, вы видели эти сады красные, деревья с красными листьями Ну, покраснели осенью Кто знает, что это за фрукты, которые растут на деревьях Обязательно напишите Мы подумали, что это яблоки или вишня, может быть И вот буквально пару минут мы проехали через всю деревню Заехали и выехали Вот вы видите многочисленные тракторы У которых люди работают на полях Ну и, конечно же, животноводство Которое здесь тоже развито И последняя наша остановка в деревне под названием Ишиклы Сейчас мы здесь пьем чай в самой настоящей турецкой чайной в Центральной Турции, друзья Вот так вот выглядит эта деревня Совершенно небольшая деревня Пьем чай и едем дальше Но покажу вам сначала, что здесь есть В этой деревне мы, конечно же, в первый раз Поэтому, мне кажется, что это какая-то центральная площадь здесь Вот этими вот дровами народ топит свои жилища Потому что зимой здесь выпадает большое количество снега И, конечно же, трактор, куда без него И деревья, деревья, самое главное Красные деревья, которые мы проезжали Это деревни Миндаля Миндаль растет на этих деревьях Вот такой вот здесь трактор И покажу вам сейчас чайную В Алании, кстати, таких чайных тоже очень много Поэтому обязательно ходите в такие чайные И пейте настоящий турецкий чай Вот у нас здесь Айхан И сейчас он нам расскажет Айхан Чай вкусный? Очень вкусный Айхан 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 Сейчас съедем в нашу гостиницу Оставим все вещи Немножко отдохнем И пойдем гулять по вечернему городу Все, друзья, мы добрались до нашего отеля Температура воздуха около 10 градусов Холодно Холодно И все самое интересное про наш отель и про город Вы узнаете в следующем видео Не забывайте подписываться на наш канал И на наш инстаграм Там всегда много всего интересного Ну а на сегодня всем всего хорошего Пока-пока Мы пошли греться Холодно Субтитры сделал DimaTorzok